Друзья, хочу вас познакомить с Еленой Лебедевой, Машичевой, для меня Леночкой. Сейчас мы очень близки, хотя до Бизнеса Форевер мы вообще не были знакомы. К тебе будет пару вопросов. Скажи, пожалуйста, кем ты была, кем ты работала до Бизнеса Форевер? Всем привет! До Бизнеса Форевер у меня лучшая профессия в мире. Это мама в декрете. Я бизнес начинала строить с очень маленьким грудным ребенком. На тот период ему было 8 месяцев. И он очень-очень активный и по сей день. До декрета у меня высшее медицинское образование. Я работала 7 лет в фарм-бизнесе. Я уходила в декрет с должности регионального медицинского представителя. Я помню это время. Скажи, пожалуйста, твой первый успех в бизнесе? Что ты считаешь своим первым успехом? Это был, не знаю, есть такое слово, успешный успех? Я, как сейчас его помню, это первые мои заработанные деньги в этом бизнесе. Гигантские. И просто для меня, как для любой мамы в декрете, это было классно то, что я могла уделять всего лишь полчаса времени в день. Представьте, мы просто листаем соцсети дольше по времени, чем я могла уделять в этом бизнесе. И самое классное, то, что всего лишь удирая полчаса времени в день, в конце месяца я заработала 200 долларов. Кому-то это, может быть, конечно, скажут смешно. О, да что такое 200 долларов? Но мамы в декрете поймут, что любые 200 долларов, учитывая, что вы это все время могли находиться с ребенком, заниматься ребенком, это хотя бы какие-то дополнительные деньги на памперсы. Это был успех настолько, что я вот сейчас говорю, у меня до сих пор мурашки, что это вообще было возможно. Наш наставник в бизнесе, он когда заработал свои первые 100 долларов, его жена сказала, почему ты радуешься, мы больше денег на дорогу потратили. Он говорит, ты не понимаешь, если сейчас мы заработали 100 долларов с этого оборота, то потом мы заработаем миллион долларов. Через 5 лет они стали миллионерами. Это мышление. Скажи, пожалуйста, ты помнишь своего первого партнера, либо клиента? О, это незабываемо, да? Незабываемо. Первый клиент, он же мой партнер, это мой учитель, это Ирина, с которой мы в последующей работали уже в фарм-бизнесе. Я проходила практику именно в аптеке. Вот сейчас анализирую, что на тот период мне как-то вот даже страшно ей было предложить. Ну, представьте, я девочка, студентка ее, да, там бывшая. Я ей предлагаю бизнес, но классно в том, что она рассмотрела это все, и буквально там через 7 дней она сразу подключилась, мы до сих пор дружим, это теперь менеджер в нашей команде. Менеджер – это тот человек, который зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. И вот сейчас вспоминаю, что первого клиента, первого партнера не забыть никогда. Я помню, что вы вместе сели в аптеки, ты включила видео на 15 минут, да, о бизнесе Forever. Вы вместе посмотрели, и потом мы поехали в офис, и мы все вместе втроем общались. Я только-только подключилась, я ничего не знала. Но у меня была вера в то, что ей это нужно. Вот мне хотелось ей это преподнести. Скажи, пожалуйста, а как отреагировали вообще твои родственники и друзья на то, что ты начала заниматься бизнесом? Близкие отреагировали хорошо. Родители, они всегда меня во всем поддерживают. То есть они понимали то, что я не буду заниматься ерундой или чем-то незаконным, нелегальным. Но я-то понимала, что это все официально и легально, но близкие думали, что меня обманывают. Когда они меня впервые отговаривали, они таким способом хотели меня как-то уберечь от того, чтобы моя репутация не пострадала. Потому что у меня никогда не было такого, чтобы я чем-то занималась незаконным, чтобы я подводила людей, обманывала. То есть большая часть клиентов и партнеров, когда я им предложила, они не знали ни о продукте, ни о бизнесе. Они просто пришли на то, что Лена плохое не порекомендует. Но в самом начале, конечно же, веры не было у близких. Вера появилась уже после того, когда я сказала, дайте мне время. Вы же знаете, что я разберусь, я если что-то почувствую, что-то может мне навредить, я сразу уйду. И плюс я видела людей, которые нас окружали. Я понимала, что мы живем в маленьком городе. Люди с таким статусом, который развивает это направление, предприниматели, они не могут заниматься чем-то незаконным и нелегальным, потому что вера была в это все. И я смогла убедить родных и близких, и они поверили уже мне. Ну, а потом начали пользоваться продуктом, получили классный результат, увидели доходы и просто поверили в то, что мне здесь хорошо. Твоя мамочка тебя всегда очень поддерживает. Что стало триггером, то есть таким пусковым моментом? Почему ты все-таки решила начать этот бизнес? Я когда работала на своей предыдущей работе, у меня относительно был очень по меркам нашей страны хороший доход. У меня был служебный автомобиль, я была на полном соцпакете. По нашим меркам у меня идеальная работа. И когда я начала развивать это направление, многие люди сказали, что у тебя такая классная работа, чем ты там вообще начала заниматься. Но самая интересная риторика, что эти же люди говорят, какая же ты молодец. Триггером было то, что я работая на той работе, я очень сильно уставала. У меня абсолютно не было свободного времени. Для меня точкой было то, что, вы знаете, когда ушел в декрет, у тебя забрали служебный автомобиль, у тебя уже нет автомобиля, а ты 7 лет ездила на автомобиле. У тебя забрали доход, и у тебя забрали клиентскую базу, которую ты нарабатывал. Вот как окучиваешь клумбу, ты ее там поливаешь, да, там окучиваешь. Ее забирают, я другому отдаю человеку, потому что это уже декретное место. И я поняла, что у меня ничего нет, ни машины, ни квартиры, ни денег. И я поняла то, что я отработала 7 лет, я всегда работала на результат, а у меня ничего нет. Пройдет декрет, и мне нужно будет выходить на работу. А сколько я смогу еще так бегать? Вот сколько? Вот хорошо, я сейчас молодая. У меня на тот период не было ребенка, сейчас у меня уже ребенок. И это нужно будет время ему больше уделить. А руководителям все равно, что у тебя ребенок, им все равно, что он заболел, им все равно, что у него утренник, и ты хочешь быть на этом утреннике. Им все равно. Им нужно, чтобы ты выполнял свою работу. А я так не хотела уже. Я была пусковым механизмом то, что цель – не выходить из декрета. Выйти на такой доход, чтобы он превышал в 2-3 раза, чтобы я могла с чистой совестью написать, что я увольняюсь, и когда моему ребенку исполнилось 3 года, 13 декабря, 11 декабря, я написала заявление, что я не выйду из декрета и увольняюсь. Я говорю, у меня аж мурашки по коже. Я сохранила это фото, до сих пор оно у меня есть, и вот это было триггером того, что мы куда-то бежим постоянно, бежим с одной работы на другую, на третью, и не можем остановиться. И для меня это был декрет, который помог снять розовые очки. Куда я бежала, куда прибежала, а куда я прибегу дальше. Смотря на маленького ребенка, я понимала, что я хочу быть хорошей мамой. Просто быть все время с ним. Он не вспомнит, как я меняла ему памперсы, как я была с ним бессонной ночи. Но он вспомнил, что сейчас, если он хочет, мы идем в детскую комнату. И не важно, что это понедельник. Мы захотели, он не идет в сад, а я захотела, чтобы побыть день с ним. Но это же классно, что ты не думаешь, что понедельник, ой, понедельник сегодня на работу. А вот мы захотели остаться дома, а мы захотели время провести вместе. И нет такого, что мама, я могу это себе купить или не могу? Я горжусь тем, что у меня есть что-то за спиной, что я могу классно, свободно проводить время, проводить больше времени с ребенком. И вот это, наверное, триггером было для меня. Что ты считаешь своим главным промахом в бизнесе? Самый главный промах, что я достигла цели, которую очень-очень хотела. И как-то подумала, что теперь все. И на какой-то период я просто перестала делать то, что делала для достижения этой цели. Это промах был. Но самое классное, что в нашем бизнесе – осознание того, что просто нужно делать то, что ты делала раньше. И однозначно будет результат, это 100%. Знаешь, я сейчас тоже хотела дополнительно еще такой вопрос тебе задать. Было время, когда ты начинала пробовать первые шаги в бизнесе, а еще не было ребенка. И у тебя была работа, как ты сейчас рассказала. И на тот момент ты остановилась, бросила. Вспомни, пожалуйста, про это. Что тебя остановило и жалеешь ли ты об этом? Конечно, жалею. Сейчас я, ну, я, наверное, понимаю, что всему свое время. Наверное, жалеть то, что было, не совсем подходящее слово. Просто я хочу это сказать для тех, чтобы вы этой ошибки не сделали, как когда-то сделала я. Работала я в фарминдустрии. И мне нельзя было показывать в соцсетях и вообще где-либо, что я еще развиваю какое-то направление. Потому что, ну, руководителям не нужно, чтобы в их рабочее время, за которое они платят деньги, чтобы ты еще параллельно чем-то занималась. И на тот вопрос, что я этим буду заниматься даже не в рабочее время, мне категорически сказали, ты либо с нашими остаешься работать, ну, в компании, либо ты просто перестаешь этой деятельностью заниматься совсем. И вы знаете, сделала ошибку в том, что я страху своему дала владеть над собой. И послушала людей, которые меня окружали. Тех людей, которые бы я не хотела, жизнью которой они живут. Они мне сказали, Лена, тут стабильность, тысяча долларов стабильность. Чужая машина, да, ну, не моя. Сейчас я понимаю, ну, какая это стабильность. На два с половиной года где-то, да, в среднем, меня это отсрочило от результата, который я могла бы достичь намного быстрее. Но, видимо, нужно было вот этот пройти опыт, чтобы сейчас помочь тем людям, которые меня сейчас услышат, и чтобы они не допустили этой ошибки. Наверное, для этого он нужен был. Кто-то услышит, я буду рада, если это будешь именно ты. Я помню, как приходилось, да, прятаться, скрываться, GPS-навигация, и я тогда узнала, да, что, оказывается, такое существует, и ты даже в свое свободное время не можешь заниматься бизнесом, потому что иначе тебя уволят, и как другие твои коллеги еще тебя издавали. Это был бесценный опыт. Заключительный вопрос. Ты начинала как мамочка в декрете, с восьмимесячным ребенком, которого ты воспитываешь сама. Тебе пришлось из города вернуться в родительский дом, в деревню, без дохода, по сути, да, только декретный. В деревне, где проживает 3000 человек населения, да, где колоссальные возможности есть для роста, это была твоя точка А. Скажи, пожалуйста, свою точку Б. Это твой сегодняшний доход. Я понимаю, что это промежуточные результаты, все только начинается, но сегодняшний ежемесячный доход, и что ты получила благодаря этому бизнесу? Мой доход, это в среднем промежуточные, это 2500-3000 долларов ежемесячно. Я купила автомобиль, уже свой, за заработанные деньги из этого бизнеса. До 30 лет я, оказывается, думала, что я не люблю путешествовать, потому что я не путешествовала. За последний год это уже три страны. Это Турция, уже неоднократно была. Это новая страна и материк Африка, и сейчас это Кипр. Это путешествия, это новые горизонты. Это то, что мы показываем. Другое, визуально это не показать как-то, да, это, конечно, свобода. Свободный человек от начальников. Я научилась быть свободной от мнения окружающих. Получила классное окружение, где тебя поддерживают, где радуются твоим успехам. Я никогда не видела, чтобы люди, которые финансово от тебя не зависят, чтобы они радовались твоим успехам. Нет подлости, нет зависти, нет каких-то осуждений. Для меня это очень важно. Я получила друзей. Если бы не forever, наверняка бы я даже их не встретила, что, в принципе, есть такие люди в мире. Я получила развитие. Вот то, что я сейчас проговорила, да, свободу от мнения окружающих. Никогда не думала, что от этого можно так наслаждаться. Тебе что-то говорят, ты вроде как слушаешь, но ты это не воспринимаешь уже на свой личный счет. Как ты можешь реагировать на ситуации, которые происходят? Допустим, год назад определенная ситуация, я бы сагрессировала, где-то плакала, где-то бы там в депрессии была. Понимая, что в этом бизнесе у нас есть благодаря обучающей системе, которая, кстати, читать я начала книги здесь. Я никогда в школе ни одной книги не прочитала. И благодаря вот этой вот системе, которой, да, нас ведут за руку, обучают, я начала понимать, да, что на многие вещи я реагирую по-другому. И это вот кайф от этого. Спасибо большое. Я очень благодарна тебе за твой результат. Это только промежуточный результат. Ты являешься огромной мотивацией, примером для других мамочек, для других девушек, которые в найме. Я не говорю сейчас про любимую работу, а именно вот когда работа душит. Душит только ради денег на этой работе. И ты являешься таким примером большим. Спасибо тебе большое за это. Спасибо. Продолжение следует...